Добрый день, уважаемые коллеги. Краткий брифинг по ситуации в областном центре. Я буду по позициям. Первое, что касается эвакуации. Сегодня у нас запланировано 4 эвакуационных поезда. Один на Самбр, Львовская область, с последующей пересадкой на автобусы дальше до Польши. Поезд на Трусковец, поезд на ЧОП. В среднем каждый день из Днепра выезжает порядка 7 тысяч человек. По состоянию на сегодня это в два раза меньше, чем выезжали совсем недавно. Всего с начала эвакуации через вокзал Днепра покинуло город 187 тысяч человек. Но это не обязательно жители областного центра или жители Днепропетровской области. Это все желающие, кто к нам сюда добрался. Далее, в связи с тем, что открылись эвакционные коридоры из Мариуполя. И вчера в том числе я занимался, скажем так, передвижением людей, которые смогли вырваться из Мариуполя, едут на Запорожье и дальше к нам. Я думаю, что вопрос, связанный на эвакуации, эвакционный вопрос, связанный с вокзалом и новыми поездами, опять будет усилен поток. Поэтому мы готовимся, предпринимаем все действия. У нас вся логистическая схема, она полностью как бы отработана. По коммунальным службам, медицине, общественному транспорту. Все коммунальные службы работают в штатном режиме, так же, как и частные компании, отвечающие за газ и за свет. Я имею в виду компанию ДТЭК, компанию Днепрогаз. Поэтому в этой ситуации у нас все как бы стабильно и все работает как часы. Семейные врачи продолжают выдавать электронные направления к узкопрофильным специалистам. И в том числе хотелось бы, пользуясь случаем, обнародовать номера телефонов, кроме сайтов, где можно записаться типа Хелси или Лекари-24. Можно еще получить консультации в профильном департаменте. Пожалуйста, кого это волнует, запишите телефон 095-925-5547, 098-718-1783. Ну или, естественно, на горячей линии мэрии. Далее, то, о чем я говорю по переселенцам. Мы сейчас включились в работу для того, чтобы переселенцам и перемещенным лицам дать возможность получить временную или постоянную работу. Сейчас у нас по состоянию на сегодня на 12 часов у нас уже порядка 400 заявок. И при этом есть 18 подтвержденных работодателей, которые готовы предоставить людям работу и которые готовы в этом направлении сотрудничать. У нас работает наша городская инспекция по вопросам труда и занятости. Она проводит соответствующее анкетирование среди переселенцев и занимается подбором соответствующих вакансий. Свои заявки переселенцы и потенциальные работодатели могут отправлять на электронную почту work.sobaka.dneprorada.gov.ua или на официальную страницу инспекции в социальной сети Facebook. В принципе, по состоянию на сегодня на 12 часов больше информации нет. В областном центре тихо. Ситуация, естественно, напряженная. Большое количество переселенцев. Всеми вопросами занимаемся. Все вопросы под контролем. Я думаю, что где-то в таком же режиме раз в два-три дня будем встречаться, сверять часы и информировать общественность. Еще раз хочу повторить, для всех, кто нас сейчас смотрит, обязательно доверяйте только официальным источникам информации. Имеется в виду соответствующие медиа и каналы областной военной администрации, областного совета, исполкома городского совета, руководителей наших, я имею в виду Валентин Михайловича Резниченко, Николая Лукашука, мой Facebook. А также не доверять никаким другим источникам информации, каким-то анонимным телеграм-каналам и прочее. Об этом я повторяю каждый раз еще раз и еще раз. Соблюдаем информационную геену. Не паникуем. Работаем, переводим экономику на военные рельсы. И доверяем Збройным силам Украины. Продолжение следует...